Всем привет! Консультирую вас, мои любимые, любимые зрители канала. Обычно это происходит на канале Boosty, ну, либо иногда ко мне обращаются в личку ВКонтакте. И если всё это собрать воедино, я понимаю, что нет определённого понимания, как выращивать орхидеи в маленьких размерах. Орхидеи, которые отсоединены были от материнской орхидеи, да, с определённым количеством корней. Когда корней достаточно, верхняя часть орхидеи зелёная достаточно, и уже можно отсоединять от материнской орхидеи, например, с цветоноса, детку. И очень часто задаваемый вопрос, почему отсоединённые детки плохо растут. Это в лучшем случае плохо растут, а то вообще теряют корни и погибают. Первое, о чём нужно сказать. При отсоединении деток, при стволовых, при корневых, либо с цветоносов материнских орхидей, необходимо дать время на подсыхание места отсечения. Вот когда вы снимаете детку, вы понимаете, что вы наносите определённое ранение стволику растения, да, вы открываете место, куда может попасть инфекция после отсоединения детки. Если не дать подсохнуть, не обработать правильно место среза, то тогда это, знаете, как правило, входящие ворота для инфекции. Откуда берётся инфекция? Из грунта. Из грунта. Инфекция может быть как на коре, так и на любом компоненте, который вы добавляете в посадку. Потому что микроорганизмы в посадке, они ещё не развиты. Положительная флора не преобладает над отрицательной. Мы угадать не можем, что там в грунте после пересадки орхидеи сразу происходит. И поэтому, не дав подсохнуть место среза и не обработав его правильно, вы открываете возможность для инфекции проникнуть в место среза и погубить отсоединённую орхидейку. Поэтому обязательно нужно дать время на подсыхание раневой поверхности после снятия детки с цветоноса, либо со ствола материнской орхидеи. Мало того, что мы подсушиваем обязательно хотя бы 3-4 часа, но при этом обязательно место среза нужно прикрыть тромбирующими составами. Можно использовать любые порошкообразные формы фунгицидов, биофунгицидов. Это фитоспорин, порошок, триходермопорошок, триходермохорцанум в виде глиоклодина, порошок. То есть растолочь толкушкой эти таблеточки и нанести пальчиком на место среза и дать возможность затрамбоваться раневой поверхности. Всё. Можно использовать любые фунгициды, которые у вас под рукой, которыми вы любите пользоваться. Лишним не будет. Можно просто прикрыть зелёнкой. Зелёнка имеет очень хороший подсушивающий эффект. Как бы такой, знаете, немножко обжигающий эффект в месте нанесения. Тем самым вы даёте возможность образоваться на месте среза корочки, куда уже инфекция не проникнет. Далее. Пересаживать орхидеи в крупный состав грунта, в крупную кору, особенно маленькие орхидейки, только что подрощенные и отсоединённые, в крупную кору я не рекомендую. Что я делаю? Всегда при отсоединении маленьких деток. Вот сегодня я вам три орхидеички поставила. Отсоединяя маленькие детки, я делаю следующую миксовку. Если я беру кору кубическую средней фракции, то обязательно к этой коре я добавляю... Смотрим. Некое количество влагоёмких компонентов. Влагоёмкими компонентами могут быть триферн, циафлора, серамис универсальный. Это не грунт для орхидеи, а именно универсальный. Вот здесь вот серамис, вот они камушки, клиняные камушки, вот они запечённые. Это мелкий серамис. На дне посадки у этой орхидеи, смотрите, что находится, циафлора. Плохо здесь видно уже, потому что... Вот она, вот она хорошо видна. Вот здесь более крупные кусочки, это циафлора. Серамис, он более мелкий, универсальный. Это влагосберегающий и влагорегулирующий компонент. Дальше. Влагоёмким компонентом также является мох. Делая миксовку из средней фракции коры с омхом, с добавлением серамиса, циафлоры, либо триферна. Сами там, как бы, предполагайте, да, ваши наработки, ваши умения, ваше понимание будут только на пользу вам и вашим растениям. Вот таким образом, пересаживая орхидеи, вы достигаете хорошего результата развития ваших маленьких орхидей, снятых с материнских растений. Покажу вам вот эту красавицу. Сейчас она у меня находится на передержке. Эту орхидею выиграла Еленочка Чибан. Она её очень-очень ждёт. Сейчас вот майские праздники пройдут. Я видео, конечно, снимаю ранее. Вы потом уже попозже это видео увидите. Вот, поэтому, может быть, уже на тот момент, когда вы это видео будете смотреть, эта орхидея уже запутешествует к своей новой хозяйке. Ну вот, смотрите. Средняя фракция коры. Видите? Не мелкая, кубическая, хорошая кора. Та, которая создаст необходимую аэрацию в области посадки. При создании нужной посадки для маленьких орхидей, помимо того, что я беру достаточное количество влагоёмких компонентов, я не упрессовываю посадки. Я их не трамбую. Я располагаю грунт так, как он располагается. Я не пытаюсь заполнить все образованные ниши в посадках. Вот, воздушные окошки я даю возможность орхидеям, корням орхидеи дышать во время роста. Потому что всё-таки орхидеи являются эпифитами и все части растения способны дышать. Корневая система тоже дышит. Аэрация нижнего уровня посадки за счёт создания аэрируемого слоя при добавлении кокосового волокна. Вот, пожалуйста, как развивается эта маленькая орхидейка. У этой орхидеи, вы сейчас скажете, она такая малюсенькая, корней-то полным-полно. Для неё, да, это полным-полно корней. Эта орхидея, скорее, знаете, такой формат миди, но с уклоном скорее в мини. Орхидейка сильно большой не растёт, но невероятно красиво цветёт. Орхидея под названием пикосфит. Вот такая красотулечка. Вот что я заметила. Следующее, третий пункт, на что нужно обратить внимание. Создав необходимую посадку для маленьких растений, подсушив место среза, вы должны понимать, несмотря на то, что в посадке у моих орхидей достаточно влагоёмких компонентов, я заметила следующее. Вся практика, все наблюдения гласят о следующем. Маленькие растения, пересаженные отдельно от материнских орхидей, с предлагаемой компоновкой грунта, не должны пересыхать. Почему я сделала такой вывод? Смотрите, замечала. Вот если я где-то упускаю момент полива растения, и у меня посадка просыхает, знаете, до того, что вот она, вот мох в верхнем уровне, он начинает как бы похрустывать. Всё, это плохо. Несмотря на то, что внизу вроде как бы там циафлора ещё не поменяла свой цвет, и она остаётся ещё чуть-чуть увлажнённой, сама посадка уже вот от этого уровня, она уже просохла. И я замечаю, что если я допускаю для маленьких растений незначительную пересушку, орхидеи внутри посадки, эти маленькие, они начинают куклить корни. Всё, вот вроде растёт, всё хорошо, куклиться корень, вернее, пересыкается посадка, сразу корни реагируют за кукливанием, прекращают свой рост. Вы представляете, что происходит? Вот у всех, особенно я это заметила вот на этой орхидее, смотрите, здесь всё хорошо, очень влагоёмкая посадка, даже кора мелкой фракции, вот видите, она скорее не кубическая, такая плоская кора, но вот это орхидея. Замечала я, она у меня не показывала хороший динамичный рост. Как только орхидейка подсыхала, и я пропускала время полива, всё, вот та корневая система, которая врастала в грунт, несмотря на хорошую посадку, влагоёмкую посадку, она куклила корни. Как только стала ей уделять больше внимания, подходить к ней, и где-то, может быть, я часто делаю обход своих растений, и я знаю, что мне нужно подойти к этой малявочке, малявочки у меня все под прицелом моим, под моим вниманием. Всё, я взяла грушку, там какой у меня состав разведён, допустим, или я его специально развожу, вот сейчас я аминокислоты развела, водичку им. И вот заметила, я стала содержать маленькие орхидеи, все свои маленькие орхидеи, в очень слабом увлажнении, но постоянном. Слабое, но постоянное. Не перелив, не путайте эти понятия. И вот только тогда я заметила очень хороший рост. Но это было давно, это сейчас, знаете, вот как бы именно наработки во времени. Сегодня я о них вам рассказываю. Вот здесь был прекращён рост корня, вот здесь заметно такая видна перетяжка, и потом вот пошёл корешок расти. Ну, сейчас, конечно, у нас период вегетации активный, вот тоже корни очень хорошо врастают в уровень циафлоры. Вот они здесь плохо видны, но вот уже здесь корешок находится. И я заметила, действительно, что этой орхидее необходимо определённое увлажнение грунта. Причём постоянное. И вот сейчас уже, знаете, вот держу горшочек такой тяжеловатенький и думаю, полить не полить. Но ещё кора, я вот вижу, она такая тёмная, очень тёмная. И я полью эту орхидею, может быть, через пару дней. Но больше держать нельзя. Нужен будет полив. Всё. Вот она у меня, знаете, когда растила корни, вот особенно вот этот корешок, он у меня выпрыгнул из грунта. Суховато ему было, и я поняла это. Вот этот корешок перекольцованный, видите, он был тоже прекращён в росте за счёт того, что поверхность посадки у меня очень часто пересыхала. И вот сейчас вся малышня у меня находится на переднем плане. И как только я вижу, что пора подливать водичку, я это смело делаю. Обычный полив у меня происходит следующим образом. Я проливаю воду и оставляю воду. Вот в таком уровне, представляете? Я поливаю до покрытия всего дренажного уровня видицаофлоры водой. Вот так. Граница хорошо видна. Сейчас я активно использую разные составы. Лактат хитозана, янтарная кислота, аминокислоты, любые, какие у вас есть, стимулы живо, аминосил, НВ-101, циркон. Это именно те органические составы, которые очень хорошо регулируют рост маленьких растений. Малыша там я заметила. Минералку в свежей посадке вообще давать не нужно. Плохо реагирует слабая корневая система. Корешочки пока не тонкие, они очень податливые, они очень чувствительные к подаче минеральных составов удобрений. И вот эти корни можно минеральными удобрениями обжечь. Поэтому я использую вот всё перечисленное смело, но за минеральные составы удобрений я не берусь при поливе маленьких орхидеевшек. Вот это, посмотрите, какая малябочка. Это детка, появившаяся на солнышком в том году. У меня сгорела точка роста. Но я вам рассказывала недавно эту историю. И вот посмотрите, тоже посадка, казалось бы, корневая, детки. Да посадить в закрытую систему, да это немыслимо. Да в закрытой системе у маленькой орхидеи сразу сгниют корни. Нет, не сгниют корни у орхидеи именно в закрытой системе посадки, но с крупной корой. И где в посадке, посмотрите, сколько воздушных окошек. Там вот мох и, вот смотрите, между стенками и корешочками, корой, мхом, там масса воздуха. Посмотрите, какая аэрация достигается за счёт крупного керамзита, добавленного в посадку. Вот вам, пожалуйста, как орхидея развивает корни, вращивает корни в закрытую систему, несмотря на маленький рост. Но это такая тоже тенденция, динамика, генетика развития этой орхидеи, и вообще этого гибрида, он всегда даёт на маленькое количество листьев шикарную бороду корней. И вот вам, пожалуйста, внизу воздуха, вот до этого уровня, большущее количество. А наверху у меня хорошо плотненько уложена кора, средней и мелкой фракции, вместе с омхом. Всё. Вот таким образом я содержу маленькие растения, не допуская их пересыхания. Я не хочу сказать, что я постоянно их поливаю, поливаю, поливаю. Нет. Вот, знаете, почувствуете разницу между переливом, плотным поливом и щадящим поливом. Пусть достаточно частым, но щадящим. Где корневой системе вы не нанесёте вред, не нанесёте урон. И корневая система будет прекрасно развиваться. Не куклясь и не пересыхая в грунтах, в посадках у ваших орхидеюшек. Вот так подробно рассказываю, потому что, анализируя все вопросы, которые ко мне поступают, я понимаю, что проблема существует. И сегодня я снимаю по этой проблеме видео пояснение. Ещё существует одна проблема закукливания корневой системы в посадках у маленьких растений. Переподача минеральных составов, минеральных удобрений с действительно такие вот химические составы, где сбалансированы макро, микроэлементы, хорошие богатые составы. Вы разводите в воде, поливаете маленькие орхидеи, и тем самым зачастую засоляете грунт. Засоленность грунта ведёт к, первое, закукливанию корневой системы, и второе, к поджиганию корней маленьких орхидей. Если вам нравится использовать именно минеральные составы, минеральные и химические удобрения, тогда концентрацию для полива маленьких растений нужно делать совсем-совсем низкую. Нужно обращать внимание, от рекомендации делите норму на 3. В рекомендованный объём воды добавляйте количество удобрения в 3 раза меньше. Тогда опасность вы снижаете. Стандартные фаленопсисы хорошо реагируют на периодические подсыхания. Здесь, знаете, это как бы такая необходимая норма содержания именно стандартов больших растений, больших орхидей, вот как вот эти барышни мои стоят. Но в посадках у маленьких орхидей, пожалуйста, не допускайте подсыхания грунтов. Лишь только поэтому вы тормозите динамику развития ваших маленьких растений. Поэтому позаботиться о влагоёмких компонентах посадки и не пересушивать горшочки с маленькими орхидейками, всё-таки это важно. Сегодня я постаралась вам раскрыть свои выводы, свои наблюдения, всё подробно рассказать, показать. Надеюсь, информация для вас будет полезной, пригодится вам. Ну а нам остаётся пожелать всего доброго, здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Ну, конечно, всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся в моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...